Дорогие ребята, каждую секунду на Земле гибнет от старости, болезней или хищников астрономическое количество живых существ. И только благодаря размножению, этому удивительному универсальному свойству организмов, жизнь на Земле не прекращается. В основе размножения лежит процесс деления клеток. И сегодня мы начинаем постигать чудо появления новых клеток. Тема нашего занятия – клеточный цикл, репликация ДНК. Вы уже знаете, что все новые клетки образуются путем деления уже существующих. Этот принцип сформулировал немецкий ученый Рудольф Вирхов в середине XIX века. Благодаря делению клеток осуществляются различные способы бесполого и полового размножения организмов. Деление клеток также лежит в основе процессов роста, регенерации и индивидуального развития многоклеточных организмов. Период существования клетки от момента ее образования из материнской клетки до собственного деления, включая это деление или гибели, называется клеточным циклом. Обратите внимание, продолжительность клеточного цикла у разных организмов и различных клеток в составе одного организма варьирует. Так, у бактерий в благоприятных условиях он длится примерно 20 минут. Клеточные циклы 30-60 минут характерны для бластомеров рыб и земноводных на этапе дробления. В то время как у млекопитающих промежуток времени между делениями бластомеров может достигать 10 часов и более. Клетки кишечного эпителия у взрослых мышей делятся в промежутке от 11 до 22 часов, а роговицы глаза приблизительно один раз в трое суток. Для регулярно делящихся клеток многоклеточных организмов длительность клеточного цикла обычно составляет 12-36 часов. Клеточный цикл состоит из интерфазы и деления клетки. Интерфаза – это часть клеточного цикла между двумя последовательными делениями. Как правило, она занимает больше времени, чем само деление. Выделяют три периода интерфазы – пресинтетический, синтетический и постсинтетический. Как вы уже знаете, набор хромосом обозначают как N. Например, 1N – гаплоидный набор, 2N – диплоидный. Набор молекул ДНК в клетках принято записывать с помощью буквы С. Из предыдущих параграфов вам известно, что каждая хроматита содержит одну молекулу ДНК. То есть количество молекул ДНК и хроматит в составе хромосом всегда совпадает. Таким образом, записи типа 1С, 2С, 4С отражают содержание в клетках не только молекул ДНК, но и соответствующих хроматит. Дорогие ребята, обратите внимание, в пресинтетическом периоде каждая хромосома состоит из одной хроматиты. Следовательно, в пресинтетическом периоде число хромосом N и хроматит С в клетке одинаковое. Набор хромосом и хроматит диплоидной клетки в пресинтетическом периоде клеточного цикла можно выразить записью 2Н, 2С. Рассмотрим основные периоды интерфазы на примере эукариотической клетки. Первый период интерфазы называется пресинтетический или G1 период. Этот период начинается с момента образования новой клетки в результате деления материнской. Обычно это самый длительный период интерфазы и клеточного цикла в целом. В течение G1 периода молодая клетка интенсивно растет, в ней увеличивается количество органоидов и синтезируются различные соединения, необходимые для подсекания процессов жизнедеятельности. В том числе образуются вещества, которые будут нужны для последующего удвоения молекул ДНК. Второй период интерфазы – синтетический или S-период. В этот период происходит удвоение молекул ДНК, репликация, а также удвоение центриолий клеточного центра. После завершения репликации каждая хромосома состоит уже из двух идентичных сестринских хроматит, которые соединены друг с другом в области центромеры. Количество хроматит в каждой паре гомологичных хромосом становится равным 4. Таким образом, набор хромосом и хроматит диплоидной клетки в конце S-периода, то есть после репликации, выражается записью 2N4C. Третий период интерфазы – постсинтетический или G2-период. Этот период продолжается от окончания синтеза ДНК, то есть от репликации до начала деления клетки. В это время клетка активно запасает энергию и синтезирует белки для предстоящего деления. Например, в это время идет синтез белка тубулина для построения микротрубочек, которые впоследствии образуют веретено деления. Обратите внимание, в течение всего G2-периода набор хромосом и хроматит в клетке остается неизменным – 2N4C. Деление клетки начинается после завершения интерфазы. Основным способом деления клеток эукариот является метоз, поэтому данный этап клеточного цикла обозначают как M-период. При метозе происходит спирализация хроматина. Это приводит к формированию компактных двуххроматитных хромосом. После этого сестринские хроматиды каждой хромосомы отделяются друг от друга и затем попадают в разные дочерние клетки. Значит, дочерние клетки, образовавшиеся в результате метоза и вступающие в новый клеточный цикл, имеют набор 2N2C. Повторим основные этапы клеточного цикла. Интерфаза включает три периода. Первый из них – пресинтетический с набором 2N2C. В этот период наблюдается рост клетки, образование органоидов, подготовка к репликации. Синтетический период интерфазы – набор хромосом и хроматит в начале 2N2C и 2N4C в конце. В этот период происходит репликация ДНК, удвоение центриорий клеточного центра. Завершается подготовка к делению в постсинтетический период – набор хромосом и хроматит 2N4C. Результатом деления клетки метоза является образование из одной материнской, двух дочерних клеток. Набор хромосом и хроматит 2N4C в материнской клетке меняется на 2N2C в каждой дочерней. Рассмотрим, что происходит с клетками после завершения метоза. Некоторые клетки многоклеточных организмов, например, клетки покровных эпителиев, красного костного мозга, образовательных тканей растений, проходят далее G1, S, G2 периоды интерфазы и снова вступают в метоз. В отличие от них, многие клетки, прежде всего высокоспециализированные, такие как нейроны, клетки сердечной мышцы, хрусталика глаза, после прохождения периода G1 вступают в так называемый период покоя – G0. Такие клетки, как правило, навсегда утрачивают способность к делению. Однако, некоторые клетки, например, клетки печени, эндокринных желез, лейкоциты, пребывающие в периоде G0, сохраняют способность к выходу из периода покоя, продолжению клеточного цикла и последующему делению. Это происходит, например, при повреждении органа, в состав которого данные клетки входят. Как Вы уже знаете, удвоение молекул ДНК, которое осуществляется в синтетическом S-периоде клеточного цикла, называется репликацией. Сначала, с помощью особых ферментов, происходит раскручивание исходной материнской молекулы ДНК и разъединение двух ее цепей за счет разрыва водородных связей между комплементарными азотистыми основаниями. После этого с разошедшимися цепями связываются молекулы ДНК-полимеразы, главного фермента репликации. Молекулы ДНК-полимеразы начинают двигаться вдоль материнских цепей, используя их в качестве матриц для построения из нуклеотидов новых дочерних цепей. При этом нуклеотиды включаются в растущие дочерние цепи ДНК по принципу комплементарности. Например, если участок материнской цепи ДНК содержит последовательность нуклеотидов ГТГ, то в соответствующем ему участке дочерней цепи нуклеотиды будут располагаться следующим образом – САЦ. В связи с этим репликацию относят к реакциям матричного синтеза. Ребята, обратите внимание на схему процесса репликации ДНК. В результате репликации образуются две молекулы ДНК, идентичные друг другу и исходной материнской молекуле. В состав каждой из них входит одна цепь материнской молекулы ДНК и одна, вновь синтезированная, дочерняя цепь. Повторим основное. Сделаем выводы. Период жизни клетки с момента ее образования из материнской клетки до деления, включая это деление или гибели, называется клеточным циклом. Клеточный цикл состоит из интерфазы и деления клетки. Интерфаза обычно включает три периода. В G1 периоде клетка растет и готовится к репликации. В S периоде происходит репликация. В G2 периоде завершается подготовка к делению. Репликация ДНК происходит с участием разных ферментов, важнейшим из которых является ДНК полимераза. Матрицами для синтеза дочерних цепей ДНК служат обе цепи материнской молекулы, то есть репликация является реакцией матричного синтеза. В результате репликации образуются две идентичные молекулы ДНК. В состав каждой из них входит одна цепь исходной материнской молекулы и одна вновь синтезированная дочерняя цепь. Ребята, для закрепления изученного материала предлагаю еще раз ознакомиться с материалами параграфа 16 вашего учебного пособия и ответить на вопросы. Желаю вам успехов! Продолжение следует...